Продолжаем видеоуроки по ВДС. В прошлом уроке мы выяснили, что такое ВДС и как им управлять через сеть интернет. Вернемся к работе. Управлять мы будем программой ПАКТИ. Теперь нам нужно на наш сервер установить какой-то сайт, например, который будет работать на движке WordPress. То есть мы хотим создать свой блог. Если вы будете создавать сайт на обычных HTML-страничках, то есть сделать их руками, закачивать в интернет, то по сути вам сервер настраивать уже не нужно, свой ВДС-сервер. У вас уже все будет, вам нужно будет только закачать файлы и все. Сделать это можно будет через ESP-панель, доступ к которой вы получите, либо установить FTP-клиент. О нем мы будем говорить позже. А пока о тех, о том программном обеспечении, которое необходимо для работы движков, так называемых КМС, систем управления сайтом. Для их работы необходим прежде всего Apache-сервер. Опять же, в Википедии можно получить исчерпывающую справку о том, что такое Apache, о его достоинствах, недостатках. Ну, я думаю, Apache-сервер, он сам по себе бесплатный, и на нем работают очень большее число сайтов в интернете, которые вообще существуют. Так, кроме Apache-сервера нам понадобится еще PHP. PHP нужен для работы скриптов, тоже можно здесь прочитать, что такое PHP, для чего он нужен, кто его изобрел, когда он пишется. Тоже PHP является бесплатным, тоже его можно установить. Дальше нам понадобится MySQL-сервер, на котором мы будем хранить базы данных. В базах данных у нас обычно хранится информация о настройках, какие-то тексты, картинки и все, что угодно может храниться в базе данных. Для этого мы будем устанавливать MySQL-сервер. Так, и наконец, для того, чтобы создавать базы данных, как-то ими управлять на MySQL-сервере, есть такое программное обеспечение, веб-приложение с открытым кодом phpMyAdmin. Представляет собой веб-интерфейс для администрирования с UBD MySQL. То есть, прямо через браузер мы можем подключиться через phpMyAdmin к серверу баз данных и что-то там выполнять. Но об этом, обо всем мы еще с вами будем говорить в следующих уроках. Мы с вами начнем, пожалуй, с самого простого. Вот у меня уже есть данные для доступа к панели управления. Давайте попробуем войти в нее. Так, все эти вкладочки, пожалуй, мы закроем. Они нам больше не нужны. Это вы и сами уже сможете найти в интернете, а мы попробуем войти в свою панель. Принимаем. Так, вводим IP-адрес вместо логина. Так, и, соответственно, пароль. Окей. Вот мы вошли в свою панель. Ну, а в следующих видео уроках я уже покажу вам, что в этой панели мы сможем сделать и как с ней вообще работать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!